Ну, всем здравствовать желаем. И разговор пойдет о храме. Вначале о боевом устройстве, а потом или одновременно и о службе в нем и подобные вещи. При этом тема такая, в которой можно закопаться в любом месте, и как-нибудь надо будет попробовать этого избежать. Значит, ну, давайте чуть-чуть истории. Выглядит ситуация так. Я вот не буду рассказывать там о службе наших предков, о праотцах, о первом жертвеннике, о первых жертвоприношениях, о приношении жертвоприношения Каина и Авеля, Авраама, Цхака и подобные вещи. А сразу перейду к тому, с чего надо, наверное, начинать, а именно вещь, которая по-русски называется скиния. На иврите слово мешкан, обычно переводится слово скиния, это слово мешкан, это слово однокоренное к слову шахэн и шехина, что самое главное. Потому что слово мешкан у наших мудрецов обозначает вообще земное ощутимое пребывание Бога, ощутимое в той или иной степени. Вот когда говорят слово шахиное, такой очень важный термин, и он говорит, слово шахиное говорит не о Боге, а о его земном каком-то, в какой-то степени ощутимом присутствии. Ну, может быть, не всеми ощутимым, но вот такое слово шахиное. По этому поводу, вот для тех, кто читает там молитвы, то у ашкиназов редко, а у сефардов часто встречается оборот, во имя единения святого благословен Он, то есть Бога, и его шахиное. То есть как бы шахиное земное пребывание, оно в какой-то степени отделено от Бога, довольно важное замечание, но это все чистое кабыла. Идея слова мешкан состоит в том, что когда строился вот та самая шхиния, мешкан, то было сказано и построят мне шхинию, и я буду пребывать среди них. Них – это народы Израиля. Не в нем нет шхинии, а среди народа Израиля. По этому поводу вообще вся идея и мешкановский, и последующего, и храма, построенного позже. Одна из центральных идей – это построить место, где может ощутимой степени пребывать та самая шахина. Значит, подробности чуть-чуть ниже. И это первое свойство этого предмета. Я считаю для меня ключевым является комментарий Рамбана, Раби Моше бен Нахман. Мишкан – это, ну, скажем так, XIII век, первая половина, который, когда говорится о заповеди построения Мишкана, то он говорит следующее, что после того, как Всевышний опустил свою шахину на гору Синай, где дал Тору, где произошла встреча человека с шахиной, ну, насколько это возможно, то дальше возникла некоторая проблема переноса, так как гора Синай находится, но по моим прикидкам, вот не туда, куда водят экскурсию в пустыне Синай, или вот место, которое немыслимо представить, как гору Синай, она географически не проходит, слишком далеко просто. Там есть, я не буду сейчас указывать географически, где, на мой вкус, должна находиться гора Синай, но в любом случае, значит, народ Израиля ведь идет от горы Синай в землю Израиля. По этому поводу это путешествие как бы хочется, чтобы Всевышний переехал, вот давайте так, переехал с горы Синай куда-то, ну, Тора пользуется одним и тем же оборотом, в место, которое выберет Гошем. Вот это место, которое выберет, которое еще неизвестно в Торе, какое место будет выбрано. Вот Мишкан – это вот такая колесница, телега, на которой Шехину можно перевезти с места на место. Вот Рамбам, Раби Моше бен Маймон, два Раби Моше, Рамбам жил чуть-чуть раньше, чем Раби Маймонит, давайте такое слово говорить, Маймонит жил чуть-чуть раньше, чем Раби Моше бен Нахман, и он говорит, что Мишкан – это заповедь одноразовая, это заповедь только для пустыни, а храм – это заповедь на все поколения. То есть как бы, ну, вот известно, что есть заповеди, которые действовали только в пустыне, и они временные, а есть заповеди, которые надо во все времена. Так вот, храм – это на все времена, но для того, чтобы построить храм, в котором было бы присутствие шехины, вот я упорно буду говорить, я посылал, нужно какое-то средство, чтобы его перевезти. И вот таким инструментом, вот такой, ну, хотите слово колесница, хотите слово телега, мне вот в данном случае все равно какое слово. Вот таким вот способом перевоза является тот самый Мишкан, который был в пустыне. Вот 40 лет был в пустыне, вот такое сооружение. Это сооружение имеет характерно, вид характерный для именно пустыни. Это шатер, что довольно существенно. Ну и... Вот получится или нет, интересно. Почему нет? Сейчас. Картинка получилась. Сейчас, подожди еще секунду, занимает время у меня во всяком случае. Да. У меня – да. Так, если я ее увеличу на весь экран, она стала лучше. Оставь, так нормально. Отлично. Значит, значит, большинство картинок, которые я буду показывать, они взяты с сайта Махонга Мигдаш. Это, правда, не оттуда, по-моему. Но большинство оттуда берутся. Эти картинки, естественно, не я их рисую, не их не знаю. Значит, и вот что для Мишкана характерно, значит, что происходит... Вот давайте я только оттуда еще говорю. Значит, теперь. Главная часть Мишкана, ну вот, главная вещь, которая находится в Мишкане, это Ковчег Завета, Арон Гайдут. Это деревянный ящик, сделанный из... Ну, в Торе употреблено слово Эцшитим, которое для меня по загадочным причинам принято переводить Акация, причем с древних довольно-таки времен, но Акация, как строительное дерево, это, по-моему, ни в какие ворота не лезет. К тому же, вот здесь видно, мышка моя видна, вот эти столбы, на которых все это держится, они высотой в 5 метров приблизительно. Представить себе брус, вырезанный из Акации 5-метровой высоты и 50 на 50 сантиметров, и 5 метров высоту, у меня фантазии не хватает. Я не представляю себе Акацию, из которой можно вырезать такой брус. Это какое-то другое дерево, что неважно, позолочен. И в нем лежали, скрижали завета, каменные, и самое главное над ним был то, что называется капорот, крышка, которая его закрывала. И вот здесь начинается самое главное, я чуть-чуть потом буду говорить о какой-нибудь хорошее описании устройства капчега, но Всевышний, когда говорил с муше, говорил, как бы голос исходил из над, из над вот этого вот ковчега. И главная часть мешкана, вообще-то, это вот этот вот ковчег, вот этот аромат. Ну, ковчег – это сундук, вообще-то, в русском языке, а в старом русском языке. Это сундук, но принято уважительно. Значит, самое интересное состоит в следующем, что если вы внимательно посмотрите Тору и употребление слова Микдаш, которое принято переводить храм, от слова Кодыш, то вы обнаружите, что в Торе иногда слово Микдаш обозначает именно ковчег, вот не все сооружение, а только ковчег, а иногда обозначает все сооружение. Бывает и так, и так. Вот оно в двух значениях. По этому поводу, вообще-то, по этому Микдаш, который, уверенно, переводит храм, я не исключаю, что правильный перевод дом для копчега. Дом, ну, как иврит смехует, дом копчега, да, спальная комната, дом, хадаршина, комната сна, да, то есть, Огель Моэд. Огель Моэд. Огель Моэд. Минуточку. Несколько названий этого сооружения, я ведь опять сказал, что я не хочу, я не хочу входить в подробности. Давайте аккуратно просто. Огель Моэд, это шатер, предназначенный для, вот теперь слово Моэд, в иврит, имеет два значения, и в данном случае используются оба значения. Моэд, это место, это место встречи, предназначенный для встречи, или предназначенный для речи, идут, да, слово тот же, что копчега, идут, да, аронха идут, Моэд, однокринные слова, ну, почти однокринные слова, если так скажем. Значит, но Моэд, это еще и время, это место и время встречи. Вот Огель Моэд, это обозначение не по одному из функционалов, именно там, Моэд, когда Всевышний зовет Моэд, он, это время и место встречи Моэд, Моэд, Всевышним в пустыне, поэтому Огель Моэд, обратите внимание, что слово Моэд в храм в Иерусалимске никогда не применяется в этом значении. Это именно специфические обозначения для Мишка на пустыне, поэтому я не хочу входить вот в эти темы. Я не хочу входить в детальные темы, просто мы запутаемся. Все названия нас пока, ну, вот я пытаюсь отрезать темы, просто вот это некоторое сложно как-то вот дорогу в огромном, ну, не океане, в поле, да, дорогу как-то положить примерно. Так вот, Огель Моэд, значит, Огель Моэд это термин хороший для Мишкана в пустыне, но он не очень подходит, например, к Иерусалимскому храму, этот термин уже лучше не применять. Что вот главная часть, которую сам главная святыня храм, когда ждать слово святыня, это копчег. Причем о том, что это главная святыня свидетельствует тот способ, каким его переносят. Его переносят коины. Он должен быть покрыт, к нему запрещено прикасаться. Просто техника безопасности. это место вот чуть-чуть ниже прикосновения к ковчегу, чуть-чуть ниже, да, можно. Значит, это главная святыня, это то, что перенос. Все остальное, это оболочка, вот эта картинка, которую вы видите, это оболочка для ковчег. Причем про ковчег тут надо обсудить все его устройство, оно довольно сложное, потому что это, конечно, сундук, но на крышке его делается из золота. Значит, да, были, сейчас я покажу картинки, вот Гошин отвечает, значит, сейчас я покажу картинки. Значит, вот дело в том, что эта картинка, на мой вкус самая удачная картинка, описывающая устройство храма, ну, мешками вот этого храма пустыни. Значит, теперь, есть не очень правильное представление, давайте оставим пока картинку, существует не очень правильное представление о путешествии евреев по пустыне, потому что при чтении может возникнуть впечатление, что евреи шли, 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 вставали на ночь, как по ходе, доходят, ну, может быть, дневку иногда делали, на день останавливаются, чтобы отдохнуть. На самом деле, путешествие по пустыне не выглядело не совсем так. Путешествия по пустыне было, вот, стоят лагерем, долго стоят, долго стоят, потом переходят на новую стоянку. И, например, по одному из, на мой вкус, основных мнений, из 40 стоянок путешествий в пустыне, большинство из них ходили кругами просто некоторое время. Это не было, просто надо было провести 40 лет. 40 лет путешествия в пустыне для всех, кто представляет устав гарнизонной службы, просто нужно оставить на некоторое время лагеря, чтобы там все утряслось, потому что, ну, такая толпа народу, в общем, надо оставить, перейти на новое место, там опять поставить лагеря. И вот это путешествие, они время от времени. В основном шатер стоял на месте. Так вот, вторая вещь, оголь, слово, вот в слове оголь моет, да, слово шатер. По этому поводу, что надо вот видеть в этой картинке, которую я показал, значит, обратите внимание, вот этот двор, вот то, что вокруг, интересно, можно побольше меня мешок? Нет, похоже, что нет. Вот, вот вокруг, вот это двор-храм, здесь более-менее соблюдены пропорции. Это двор-храм. Двор-храма это столбы, вдоль которых, значит, которые прикрыты либо гобеленными тканями, либо шатер. Но вот главная часть оголь моет, вот, собственно, вот шатер. Вот он здесь довольно правильно изображен. Значит, вот ткань поверху, это много тканей, которые включают в себя шкуры, гобелен, значит, внизу идет гобелен. Гобелен это обозначение плетения ткани, на которых есть изображения довольно цветастые. Вот на этой картинке вот главный занавес при входе в храм, вот это переднее, которое, если вы присмотритесь, на ней изображены крылатые львы здесь, грифоны, кажется, автор хотел грифонов изобразить или что-то подобное. Причем, еще раз, это гобеленная, ну вот женщина знает, что такое гобелен и как выглядит рисунок, вытыкается. Он из очень толстой дити, это очень тяжелый предмет вообще-то, если вы прикинете, есть подробное описание вот этих тканей, значит, то же самое, вот эта крыша, верхняя крыша, нижняя, нижний слой ткани, это гобелен с рисунком, на которых изображены, насколько я понимаю, хирургии. В основном, но там еще кое-что изображено, причем сине-красно-золотая основное изображение, но есть и белый цвет, основные тона изображения, это не техника, не ковровая, не набивная, естественно, а именно гобеленная, где нитью, прямо нитью изображается картинка, то есть в момент качества прямо делается картинка в момент, когда ее ткуют, это именно вот такая техника. Очень дорогая вещь, потому что краски, которые используют для вот этих нитей, это очень дорогие краски, это пурпур, хелет, учитывайте, что библейские названия красок, это не цвета, а красители, это обозначение красителей, но это и в других языках такое же случается, особенно у художников, когда там вы читаете сепия, то это же не обозначение цвета, это обозначение, что это краска, добытая из моллюсков, да, ну, серо, даже не могу затрудняться описать, какой цвет сепии другими тонами, значит, там не сепия, там пурпур, самый дорогой краситель античного мира, при этом пурпур наш, он дает много оттенков, наш пурпур, когда говорится про наш пурпур, это чистый синий, это чистый синий цвет, без красного оттенка, а в пурпуре, императорский пурпур, мы привыкли, когда обозначают цвет пурпура, имеем в виду синий с мощным оттенком в малиновый, так вот, другая технология производства того же пурпура дает чистый синий цвет, красивый, чистый, синий цвет, и это очень дорогая краска, но точно так же там есть кармин, кармин, это тоже дорогая краска, сегодня она стала несколько дешевле, но только потому, что найден кармин мексиканский, который дает выход пятикратный по сравнению с кармином старого цвета, он стал дешевле, но тем не менее вы можете заметить, что кармин, ну, в пищевой промышленности еще используют кармин, но дорого, предпочитают всякую химию, то есть краски там в общем-то дорогие, красный и синий, ну, золотой, все понимают, что это прямо под золотом и работают, белый цвет это легко, какого цвета в храме не было, в храме не было зеленого цвета, но зеленый краситель, он самый сложный, и до нового времени зеленых вещей было просто мало, зеленые ткани это была проблема просто по отсутствию нужных красителей, устойчивость нужных красителей, значит, эти цвета были, зеленого не было цвета в храме, но ровно по причинам, которые я упомянул, но опять вы учтите, что я по образованию технарь, поэтому иногда слишком много внимания обращаю на технические возможности, может быть, там есть еще более глубокая вещь. Значит, стены шатра, вот этого шатра, центрального шатра, вот на этом рисунке, они сделаны из балок, стоящих на попа, эти балки соединялись с серебряными накладками, замками хитрыми, и там были засовы для того, чтобы они стояли ровно, и то есть это вещь чистая, это именно шатер, вот по определению слова шатер, в отличие от дома, и Талмуд хорошо это понимает, шатер это то, у чего матерчат ибит, вот поверх гобелена были положены разные ткани защитные, но в том числе, например, орот тахош, это вот представьте себе вот вещь, вы учтите, что вот этот центральный шатер, у него размер 30 в длину и 10 в ширину локтей, простоты ради локоть считаете полметра, ну, от 45 до 48 сантиметров, если серьезно, от 46 до 48 сантиметров, если серьезно говорить, где-то вот в этих диапазонах локоть, поэтому удобнее считать просто полметра, значит, соответственно, 5 метров на 15, вот, вот площадь этого сооружения 5 метров на 15, вот, чтобы было с чем сравнить, я в юности прочел одну книжку и пришел и согласился полностью с автором, если вам приведены какие-то размеры, то полезно сравнить с чем-то ощутимым. Ширина вот этой комнаты от стенки вот вот этой со столожами книжными вот до этой стенки вот до этой 4,5 метра. Вот, значит, вот ширина вот этой комнаты это ширина шатра. Вот в этой комнате комната есть 4,5 метра, 10 локтей, если локоть брать 45 сантиметров, вот эта, ширина этой комнаты это ровно, ой, нет, я говорю, это 3,5 метра, да, 4,5, в другую, вот, от меня до окна 4,5 метра, это 3,5 метра. Значит, ну, приблизительно, вот, просто, чтобы вы представляли эти размеры, я считаю, что-то правильно вот на чем-то, на чем пощупать, просто прикидывайте, вот, когда я буду давать размеры, прикидывайте, по сравнению с комнатой, где вы сидите. Значит, получается так, при этом внутри сейчас мы уже посмотрим, как я посмелился. Нет, не смелился. Сейчас оно вставка. Да, видно, нормально. Вот, значит, это внутри то же самое, не очень удачная модель. Это какая-то реклама, предлагается купить за смешные совершенно деньги, предлагается купить такую модельку, чтобы дома держать. Ну, фотография мне понравилась, хотя, ну, скажем, вот, вот эту занавесу мне бы хотелось сделать не столь абстрактной, как они здесь сделали, изображение сделать несколько менее абстрактной, чем они это сделали. я все-таки представляю вкусы древности, не верю в возможность абстрактного искусства в те времена. Мозаики, узоры, да, но вот такие абстракции очень события. значит, итак, вот это первое, вот, ковчег завета ром находится в дальней части, и это 10 на 10 локтей, то есть 4,5 метра на 4,5 метра. Ну, вот сравнимо с этой комнатой, в которой я сижу, ну, вот прикиньте по своей комнате, значит, вот эта часть, передняя часть называется кодыш, значит, вот эта часть называется кодыш, когда святая святых, и в ней находится ковчег. Больше в ней ничего не находится, вот только ковчег. А передняя часть, которая называется просто кодыш, святыня, она 10 на 20 в локтях, то есть 4,5 на 9 метров, ну или 5 на 10, разницы не верит. 5 на 10, ну, прикидываю, 4,5 на 9, ну вот в моей квартире, скажем, это от стен, от этого окна до окна, которые выходят на другую сторону дома, как раз у нас здесь 10 метров, это вот таких вот размеров, значит, причем вот что на этой картинке хорошо, здесь вот показано, как устроена стена, стена, она собирается вот из таких вот балок, вот на дальней стене лучше всего это видно, значит, там снизу стоят подножия, ну, потому что балка, которая стоит на земле, как нетрудно догадаться, значит, значит, вот эти балки, из которых сделаны стены, они достают вертикально, вот здесь вот стоит башмак, там есть пропилы в этих балках, и ставится башмак, который соединяет это самое сверху и снизу, который соединяет балки сверху, и подобные башмаки сделаны снизу, и в результате все это соединяется в единую вещь, что не хватает на этой модельке, естественно, должна быть еще бариях, длинный шест, который все это скрепляет снаружи, теперь дальше, значит, схема довольно, вещь довольно схематичная, потому что нетрудно догадаться, что вот, смотрите, вот здесь вот на разделении святая, святая, святая стоит 4 столба дополнительных, как они крепятся, это такое, смотрите, вот, извините за мемуары, я как-то в детстве даже скорее, в Отркиске, совершал поход по острову Валааму, по острову Валааму, и гид, который у нас был, он же был инструктором туризма, он был из строительного института, по этому поводу все сооружения, которые есть на Валааме, он рассказывал, как инженер-строитель, это было очень интересно, довольно смешно, он не очень обращал внимания на эстетическую сторону вопроса, но это как бы вот это воспоминание осталось, потому что вот как закреплены вот эти 4 балки, чтобы они стояли вертикально и не падали, я, например, не представляю, и в Таре об этом подробно не говорится, ясно, что должно быть какое-то дополнительное поперечное крепление, ну, я честно не представляю, как это сделать технически, ясно, что это как-то было сделано, потому что, скажем, в XIX веке было очень модно обсуждать, что немецкие ученые XIX века, теоретики глубокие обсуждали о том, что такое сооружение не могли в те времена построить. Благо, с тех пор у нас появилось много дополнительной археологии, и, в общем, сегодня никто не смеет разъедать пасть и сказать, что это было в те времена технически невозможно, возможно, умели делать такие вещи, у нас материала хватает, кому интересно, я, например, как настольную книгу, когда мне нужно сообразить, что могло быть, что не могло, пользуюсь книгой Лукаса «Техника и технические материалы древнего Египта», очень удобная книга, евреи вышли из Египта, поэтому то, что умели делать египтяне, евреи, понятно, могли повторить, ну, в какой-то степени, смогли, вот, могли такое все сделать. Значит, теперь, вот здесь вот была каким-то образом, было протянут, скорее всего, какой-то мощный шест, потому что по-другому я не представляю, и на крючек к нему был прикреплен занавес. Вот этот занавес, он безумно тяжелый. Если учесть, что это гобеленная ткань 5 на 5 метров, еще раз, 5 на 5 метров, это означает, что вот высота потолка, вот там по окну видно, там у меня, почти до потолка пока забыл, потолок у меня 3 метра, что-то, по-моему, нет, меньше, ну, 3, наверное, меньше, а у вас 5 метров здесь высота, 5 на 5, а теперь представьте себе, гобелен размером 5 на 5, ну, кому трудно, кто не очень хорошо представляет, сколько весит гобелен, не пушистый ковер 5 на 5, да, ну, представьте вес этого предмета. Вот он висел вот здесь. Еще раз, он был очень цветастый, стены тоже завешаны были, значит, стены были скорее злощанными, здесь цвет плохо передан. И наверху тоже гобеленная ткань для того, кто входит внутрь, но понятно, что так как здесь нет окон, то все освещение может идти только вот с этой стороны передней, вот с этой вот, значит, здесь тоже ткань. Шатер, еще раз. Определение шатра у хазаль – это мягкая ткань. Это просто определение слова шатер. По этому поводу, например, мешкан, да, это шатер, который переносили по пустыне, когда пришли в землю Израиль, то, ну, опуская путешествия в землю Израиля, храм, первый храм, первое здание, был построен, был построен в шилу. Вот почти туда, на окно смотреть, вот где-то там. Шилу – это недалеко от университета Ареи, ныне. Не можете найти, на окно. Значит, здание в шилу отличается от этого рисунка только тем, что стены не деревянные, а каменные. Это единственное отличие. Все остальное в шилу повторило размеры вот этого шатра. Вот как вы здесь видите. По этому поводу, как нетрудно заметить, это вещь для путешествия. Разборные стенки, да, но очень монументальные, естественно. Все-таки вы представьте себе, что у вас вот эта стенка скромненько 15 метров. Разборная стенка 15 метров и ширина вот так еще 10. Все это весит. И для шатра есть еще. Все это для двора, если чисто. Но, тем не менее, это перевозится. Для балок есть телеги были, о которых очень много рассказано в Талмуде, в связи с другими вещами. Там телеги перевозились, тяжелые вещи. Только завчек несли на руках. Теперь, занавес был одинарный, входили, сразу скажу, что вот оба этих занавеса были одинарные и входили, ну, как тяжелая завеса, кулиса. Вот мне больше нравится слово кулиса. Театральные люди сразу вынимают о чем речь. Тяжелый театральный занавес, представляете? Вот такой. И он открывается, он не двойной, как в большинстве театров больших сегодняшних, а он одинарный. Поэтому вход справа и слен. И когда первосвященник входил в святая святых, он просто вот подходил вот к этой стороне и рукой отодвигал занавес и входил в святая святых. Что здесь не хватает на этом рисунке, если бы они поставили копчег завета, то шестые на копчеге завета, они сильно выпирали вперед, и как бы вот здесь должно быть две выемки, чтобы было видно, что есть там такой упор. Выступает это просто свидетельство того же. Да, но при этом еще раз я хочу сразу сказать, что это очень темное сооружение, и святая святых на самом деле просто темно. Замечание по поводу расстояния, оно правильно, оно именно вот так это устроено было, более широко. Здесь уже есть еще ключи, это, поймите, в Торе очень подробно описано устройство вот этого шатра. Оно безумно подробно. Я не хочу останавливаться. Пропорции важно знать. Дело в том, что вот теперь... Можно отключиться на это. Теперь что я хочу сказать. Еще раз. Заповедь вот этого сооружения, которое я показывал Мишканам, она временная. Она только на время путешествия. Для переноса шехины к месту, который сберет. Ну, первое такое место – это шило, где стоит уже байт. Вот теперь важный момент. Там стоит дом. Дом по хазаль. Дом по хазаль – это строение с каменными стенами. Не переносных. Они сделали там вот ровно по пропорциям на вот том рисунке, который я показал, сделали каменные стены, но покрыли при этом такими же верхом. Верх был все еще мягкий, рухлый, да, в старом русском языке. Мягкие вещи, так называются, софт, да, на английском софт, а на старом русском рухлеть. Ровный перевод слова софт по этому поводу и железо, и рухлеть. Программное обеспечение. Классический русский язык правильно переводится, который никто не знает, что-то не важно. Значит, я сторонник чистоты русского языка и считаю, что вместо софт надо говорить рухлеть. Значит, шучу. Значит, он был домом уже. Я просто пытаюсь ответить на вопрос. Вот эту субботнюю салфетку я взял, а теперь представьте себе, вот считайте, что это главный занавес, теперь представьте себе, что с этой стороны вот так упираются 2 шеста, и они выступают за пределы это самое, за пределы пороха-то они выступают и оттягивают опять вперед. Вот выглядит это так. То есть это не выемки, а вот такие вот два выступа на этих тканях должны быть, по которым видно, что за ними ковчег. Это единственное, что видно для того, кто заглядывает с передней стороны. Теперь, сразу хочу заметить следующее, что чем замечательен, значит, теперь, мигдаш, кран, здание, это отдельная заповедь на поколение, но ее всегда строят по вот этому образцу. Шилло, его повторяют на этот образец в точности, то есть он маленький все еще, а, скажем, в Иерусалиме царь Шаламо, забегая вперед, сразу скажу, что удваивает все размеры и становится 20 на, в локтях 20 на 60, да, то есть 10 метров на 30 метров, значит, он увеличивается сильно, но при этом вот пропорции сохраняются. При этом, что важно, святая святых, ну, на практике заходит один человек один раз в году, в коем году, первосвященник. Больше туда никто не заходит. Ну, естественно, я опускаю такие технические подробности, скажем, в трактате Медот, в Мишне, есть подробнейшие описания с цифрами храма, где с числами, со всеми размерами, включая размеры по вертикали, по толку, там упоминается, например, что сверху на святая святых были люки, на которых в строительных корзинах спускались рабочие, когда нужно было сделать ремонт. Но мы не обсуждаем ситуацию ремонта, да, мы обсуждаем, вот по нужде туда входили только, входил только первосвященник и один раз в году. Поэтому, по поводу, святая святых входа никому не было вообще. Более того, в храме Соломона, например, святая святых, вот это маленькое, маленькое, одна треть от всего здания, помещение, которое вот дальнее, святая святых, было, ну, просто стеной. Там был не занавес, а стена. Во втором храме там была не стена, а там было два занавеса. Вот приблизительно, если еще раз показать эту картинку, то если грубо говорить, то вот была занавес с этой стороны столбов и с этой стороны столбов с двух сторон. Было две занавеса. Вот навстречу друг друга, и Коэн Гадольф ходил вот слева в занавес, за занавес проходил по всей ширине вот этого пространства и входил в святая святых с другой стороны. То есть, там был двойной занавес. Но еще раз, да, эти занавесы, там есть длинная отдельная история о том, как их делали и кто их делал, и там сколько Коэнов могли их поднять для того, чтобы окунуть его в миг. Вот из такого рода описания сколько? Десять такой занавес. Десять так, что его там, я не помню, двести, по-моему, человек переносили. Ну, там считал, что чем больше людей, тем лучше в те времена. То есть, да. Во втором храме там был занавес, а в первом храме там была сплошная стена в этом месте, ну, с входом, естественно, с калиткой для первосвященника. Значит, для того, чтобы быть совсем простым, я хочу показать, как выглядит, ну, значит, извините, сейчас я найду, есть две картины, две картинки, да. значит, вот эта картинка, которая утверждает, что это рисунок второго храма, ну, это дурные фантазии, ну, не дурные, это художник просто плохо себя представляет, ну, во-первых, здесь нарушена пропорция. Еще раз, вот поперек это помещение 5 метров, да, вот это, вот это, вот ширина светильника, вот там горящие свечи, вы видите, да, в минорад, в ней всего 75 сантиметров шириной, 9 ладоней, 75 сантиметров, может быть, немножко меньше. Он не очень удачно это рисует, это фантастика, это утверждает, что это так выглядело, так как здесь есть занавес, то это второй храм, потому что в первом храме там был не занавес, а стенка, а вот более-менее реально, вот эта картинка как раз из Махонга-Мигдаш, из института храма, взятая картинка, там даже надпись есть, что все права задними, и можете посмотреть, наверное, это интересно, вот так это выглядело, ну, по представлениям авторов института храма, серьезные ребята, учтите, что с ними вот, когда они что-то говорят, пишут или рисуют, они серьезные ребята, можно спорить, можно не спорить, но, по крайней мере, они отвечают за то, что делают. Значит, они утверждают, что приблизительно в общих чертах это выглядело так. Вот они, правда, рисуют стену, а здесь явно рисуют сзади какой-то занавес со львами и грифонами. Замечу, что грифонов они рисуют по образцу европейца, птица с крыльями, ну, такие, иногда это с человеческими головами, но в храме вряд ли они такими были, либо львы с крыльями, восточный образец, значит, и внизу львы на это самое, на парохет, и это может быть соответствует, сверху нарисовано пара херувимов, ну, вот такого типа тут херувимы вот так представлены, не хочу входить в обсуждение, наверное, так, но что существует, вот на изображении, которое было в мешкании была одна минора, да, один светильник, и один, вот это столы, хлебные, ну, хлебные столы, тоже один, вот, вот это и вот это, и один жертвенник воскурения, вот здесь пропорции соблюдены, кстати, вот на этой картинке. в мешкании именно так и было, была одна минора, один хлебный стол, и один жертвенник воскурения. В храме Соломона, учитывая, что это 10, вот это помещение, которое здесь нарисовано, 10 на 20, да, меток, а минора, еще раз повторяю, минора по ширине около 75 сантиметров и высоты 9-8, в два раза больше, полтора метра, высоты полтора метра. Ну, вот теперь представьте, вот такая ширина, высота с меня сидящего, по всей видимости, где-то, в таком помещении она просто потеряется, и хлебный стол, и золотой жертвы, и к минора просто потеряются, в таком будет помещении выглядеть странным, оно будет очень пустым, и если в комнате 5 на 10 это еще куда не шло, то в комнате 10 на 20 это уже будет, ну, ну, некрасиво, очень пустым. По этому поводу во времена Соломона было поставлено вот сюда 10 светильников одинаковых и 10 хлебных столов, так ли они стояли, я не знаю. Есть, это описание, это рисунок как бы повторяет первый храм, что было во втором храме, но во времена Хашманеев, кажется, там была одна минора, но туда могли добавить еще. на арке Тита все знают, что одна минора, но вопрос были ли вспомогательные там. Что дальше? Да, и по свидетельству Иосифа Флавия вот та дальняя минора, которая здесь стоит у самой дальней стены, она стояла по диагонали. Значит, она стояла по диагонали, но я не буду сюда входить, это отдельная история. Значит, вот это картинка второго храма, первого храма, извините. Я не знаю, мне нужно сделать отступление о том, что, когда говорят первый и второй храм, что имеют в виду. Правильный термин это рисунок храма Соломона вообще, потому что первый храм это описание эпохи от от храма в Шиле до Вавилонского издания. Второй храм это от возвращения до разрушения второго храма, до 66-го, наверное, новое. Это время, это обозначение эпохи, это не обозначение зданий. Сколько было зданий храмов, сказать, трудно, потому что здание в Шиле разрушенное, здание в Ярусалиме Соломонова кажется перестроенное один раз впоследствии и во времена второго храма, то есть из возвращения Эзеры до разрушения храма по всей видимости минимум три здания там были друг за другом сменяющие. Поэтому, когда говорят первый-второй, то имеют в виду время, а не здание. И когда говорят о втором храме и размерах, то там всегда большой вопрос, приводятся ли размеры здания, построенного царем Иродом, великим, он же хортус на иврите, ну и на греческом, естественно. это такой вот вопрос, потому что мы знаем, что высота здания времен хашманеев отличается на 20 локтей выше, чем высота здания, построенная во времена Эзеры, на 20 метров выше. приличная. То есть мы знаем, что здание, а потом было Иродовское строение отдельное. То есть вы учитываете всегда, что когда мы говорим первый и второй храм, мы имеем в виду эпохи, в данном случае это изображение предполагаемое изображение храма Соломона, Мигдаш-Ламон. Итак, в Мишкане мы видим следующее, что в святая святых стоит кодыш, он же, он Мигдаш, это и есть святые главные, которые и являются в некотором смысле колесницей для шихин, а в передней части Гейхаль, дворец, если хотите, зал, стоят три вещи, светильник, минара, хлебный стол, Шульхан-Халеха, и золотой жертвенник для Васкурии. На золотом жертвеннике золотой он называется по причине того, что он позолоченный и он деревянный с позолотой. Талмуд указывает, что это не столько позолота, как мы привыкли, ну, типа злочанная краска или сусальное золото, это жестяной лист, толщиной, как утверждает Талмуд, с монету. Ну, представляю себе монеты эпохи времен Талмуда, толщину миллиметровой, даже, может быть, чуть-чуть меньше, чем миллиметровый лист. он обшит золотом, хотя при этом вы долго будете смеяться, но, скажем, в древнем Египте умели делать золотую фольгу или фольгу, как вам больше нравится, толщиной пять сотых миллиметра. то есть и это существенно, потому что позолоченные кроши, позолоченные вот эти столбы, которые образовывались стенами шкана, надо старательно посчитать, сколько на них ушло золота, на эту позолоту и получить, после того, как вы проделаете все расчеты поверхности, получить какой-то толщины там было позолота какой-то толщины, почти фольга, то есть очень тонкая. Это умели делать, это можно доказать просто с материалами в руках соответствующих эпох археологически. Значит, золотой жертвенник, он деревянный, он покрыт золотом. По этому поводу, например, раз сколько-то времени приходилось его менять просто по причине того, что воскурения же горят. По этому поводу у вас золотой лист, тонкий под ним дерево и в общем прогорает все это дело, поэтому раз некоторое время приходилось его менять. Он был один, он остался один в храме Соломона и собственно обязанность в мешкане и в храме каждодневная. это зажигание светильников, миноры раз в неделю, это каждый день, раз в неделю возлагаются хлеба на хлеба на хлебный стол, ну в храме Соломона на 10 хлебных столов, не подумайте чего, коэны в субботу это делили между собой следали, и воскурение на золотом жертвеннике, воскурение это отдельная такая тонкая вещь. В результате я хочу просто вот забегая вперед сказать следующее, что в храме происходит. В храме у нас есть копчег, откуда идет слово Божие, когда речь идет об обращении к Моше, то есть слова. Причем это не только в этом храме, потому что, например, пророк Шмуэль, он не коэн, он левит, он ночуя при храме в село, получает пророчество, исходящее подобным образом. Но только никак, это другой уровень, более низкий уровень. Значит, по этому поводу есть, значит, теперь мы видим, что там есть то, откуда оронгой идут, откуда исходят свидетельства откуда исходит речь, то есть люди слышат, есть светильник, это зрение, есть хлеб, это вкус, и есть золотой жертвенник, это обоняем. Да? Значит, слух, зрение, нюх, это самое, и нету из пяти чувств, данных Богом человеку, не хватает только мисуш, осязание, да, чего там нету, но в помещении как бы мы, значит, живущий там человек, вот, освещение, еда, запахи, ну, крайне, определенном месте еще такое место. И вот здесь мы подходим ко второй важной вещи, что надо просто хорошо понять. Храм служит местом двух вещей. Встреча огель моет, место встречи Бога с людьми, место пребывания шахины, и вторая часть это место службы человека, Абадат, Адам. В самом в мешкании и в храме то, что происходит в Кодыш, в самом шатре, там работает только коэн, там простые люди туда же не входят. Туда и там и львитам-то делать нечем, только коэн. И службы, которые там ведут, коэн. И, например, известно, что во времена второго храма регулярно во время праздников какую-то минору выносили на крыльцо перед храмом, значит, чтобы народ видел, его зажигали на глазах у народа. Где проходит главное мероприятие? Естественно, главное мероприятие происходит во дворе вот здесь, во дворе, а именно на жертвеннике. Жертвенник, он называется вторым из Беха дома. Я, честно, не буду рассказывать о устройстве в скине. В храме это очень большое сооружение. Во втором храме 16 на 16 метров приблизительно. метров. Метров. 16 на 16 метров это ну вот 16, в квадрате 256, да, у нас будет значит две с половиной сто метров квартиры. Это жертвы. Естественно, в пустыне это куда более маленькая вещь, он называется жертвенник земляной. Боюсь, что не сегодня объясню, почему он так называется. Которому ведет вот такой пандус. Запрещено делать ступеньки, ведущие к жертвеннику. К нему ведет пандус. Теперь на жертвеннике вот этом большом тоже работают только коэны, священники. потомки Орона. А народ, он имеет право входить вот сюда, вот в часть, которая перед жертвенником. Вот здесь сюда может входить народ. Где-то здесь должны стоять левиты, которые поют. Левитская стража где-то здесь должна быть перед входом, по всей видимости. Но, скажем, народ, когда входит, он входит в этот двор и там происходит именно служба. То есть место Авудат Шем службы. Авудат Ха Шем это именно храмовое действие. Служба в храме происходит именно вот здесь. То есть как бы Огольмоед оказывается не для народа. Вот это вещь, которую надо понимать, что вся эта замечательная картинка, как выглядит храм Соломона, я надеюсь, все собравшие понимают, что народ туда внутрь не обходит. Он это не видит. Более того, он на крыльцо храма тоже не поднимается. То есть он не может постоять даже в дверях, потому что вот это пространство между жертвенником, ну, пандусом на этом рисунке, который мы видели, и входом в храм, ну, там очень маленькое пространство, там лестница ведет, но лестница весьма торжественная. Там очень там полтора локтя, то есть 70 сантиметров. Вот. Туда народ не входит, народ стоит со стороны входа. но собственно все действия народа происходят именно вот здесь. Ну, если готовый рисунок показать, или я на следующий раз положу. я в следующий раз покажу какую-нибудь картинку второго храма. Значит, вот храм это вот это. Второй храм это вот то, что справа, вот вот эта черная большая штука, это то, что отделяет двор, именно двор храмовый, вот, называется, вот предыдущий двор называется женский двор. Жертвенник на этом рисунке сильно слишком сдвинут от храма, его надо придвинуть ближе к храму, его надо правее сдвинуть на этом рисунке. значит, народ вот есть вот в этой узкой полосе. Народ, собственно, только в этой узкой полосе. То есть, что внутри он не видит в принципе. То есть, как бы, вот это надо понимать, что в отличие от того, что, скажем, вот теперь может быть принципиальная вещь. Когда мы говорим храм, большинство из нас приходит в голову, мы воспитываем в другой культуре, большинство из нас приходит в голову какая-нибудь роскошная церковь, ну, парадная, императорская, типа, ну, для ленинградцев, для, извините, петербургцев, знаете, это собор этот исаакиевский, да, внутри вот этого. Ходишь, ах, ох, неважно любую большую вещь, кто где побывал, думаю, что все побывали в каком-нибудь роскошном соборе, и вот ах, дух захват. И когда говорят храм, все как-то представляют себя вот я в ашобу, неважно, вот святого Петра, ну, что хотите, назовите любой, лучше какой-нибудь готический собор, он и значит, вот зря, когда мы идем в храм, нас, мы даже не увидим, что внутри. Это не место для людей вообще. там есть шехина и в передней части храма, в кодыши, в передней части коинах проводят некоторое обслуживание вот этого помещения, кторот, благовония, воскурение благовоний, зажигание миноры, хлеба, все, обслуга, такая обслуга этой вещи. Да, коинам, вот, которые приезжают, чтобы неделю служить в храме из разных мест из земли Израиля, они туда, им разрешено туда войти, им дают инструкции ничего не трогать, при этом те, кто приехал из других городов, они проходят тут готовку недельно, для того, чтобы получить возможность вообще войти на территорию храмы, но когда их пускают просто туда поклониться, пасть Ниц, как вот на том рисунке, там один из коинов лежал Ниц, да, им разрешают это коинам сделать, разрешают пойти, пасть Ниц, но даже левитам это уже не дозволено, то есть вот это вот впечатление от храмового помещения, оно не для нас, вот это не для нас, это я имею ввиду не для тех, кто служит в храме, по этому поводу хочу заметить, что даже если бы Шламо оставил размер храма такой же, как Скидни, то есть два раза меньше, 5 на 15, а не 10 на 30 метров, то в общем это было бы все равно, потому что народ туда не входит, то есть мысли о том, что должен войти народ и что-то там сделать, нет, более того, вообще храм это место службы, туда люди приходят только по делу, а именно когда мы говорим о народе Израиля, они приходят, чтобы принести там жертвы, там читают молитвы, но вот здесь я в другой раз расскажу, как выглядят некоторые молитвы по нужде, которые читают там и в каких ситуациях читают, но я в следующий раз это отложу, по-моему, сегодня уже было много, ну, давайте где-то завершить на этом, я тогда попрощаюсь, запись прерываю. Эмель, я обещал, что народ в конце сможет задать вопрос. А тогда запись продолжает, я прошу, я прошу только одну вещь, я прошу, вот мне продолжать в том же стиле вести или подробнее, или менее подробно, вот в какую сторону уклониться от этого пути, потому что, ну, я не знаю, может быть, я слишком подробно расскажу, может, наоборот, недостатки подробно. И народ, пожалуйста, короткое обсуждение и ответ на вопрос с Эмель. Не, но сейчас подробно, ты же когда будешь рассказывать, тогда и вопросы можно задавать, волосов много там, когда кропит кровью, подняет, Пишите, я бы не рассказывал вообще, если бы. Сейчас, Эмель, секундочку, Эл, Эл, послушай меня внимательно. Вопросы, послушай меня, вопросы только потому, что говорил сейчас Мир. Если есть вообще вопросы, это надо писать в чате, в телеграме. Все. Послушайте, о жертвах я буду рассказывать погромно, а в другой раз, когда, кто, как, пропит, кто приносит, что делает тот, кто приносит, когда, какие жертвы, какой протокол и жертв. Это, безусловно, будет тема, и это будет тема, но я не могу в одну, в одну. Я в проблеме. В секунду, Эл, секунду. Этичер, услышь меня. Во-первых, дай возможность другим задать вопрос. Во-вторых, сейчас вопросы только потому, что рассказывал Мир. Олег, пожалуйста, включите свой микрофон. У всех есть возможность включать микрофоны. Пожалуйста. Да я про место хотела спросить. Да, здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня вопросы уже в чате пытаюсь написать. Расскажите про входную группу. У вас на этом рисунке, там где вот такой большой подиум, такой поджертвенник, входная группа вынесена вперед на несколько там локтей. Почему так сделано? Она правильно, правильно посмотрела, она правильно изображена, именно так по описаниям Тора восстановлена. Как раз на этом рисунке она правильно сделана, именно так это должно быть. Значит, двор и немножечко главный занавес входной, он отстоит вперед. это правильно нарисовано, это правильно изображено на этом рисунке. В данном случае он несколько вынесен вперед. Так бы получается, что вход с боков, да, вот, ну, понятно, да, что я имею в виду, что как бы есть стенка и входит, обходит и входит вот так. Понятно, да? Входы вот, ну, вот так устроены. Но есть проблема, вот какая там, в Толбуде есть трактат о святости к душам, по-моему, и там, насколько я хорошо помню, может плохо, есть проблема расстановки столбов по периметру святости, ну, КДЖ, и там у нас есть заданные в Торе параметры 50 Амот на 100 Амот. Так. Вот, и есть проблема такая конструктивная, где эти столбы стоят, потому что если столбы выходят хотя бы там на один палец там за границу этих локтей, получается, они выходят за границу святости, обозначенные в Торе. И поэтому у меня вопрос, а как могут столбы выходить настолько далеко от границы? Нет, это столбы, несущие внешнюю завесу, это чуть-чуть другое. Нет, нет, именно о них речь, именно о столбах, которые несут завесу, потому что есть проблема, где-то завеса висит снаружи или внутри этих столбов, то есть есть проблема, завеса висит снаружи и огораживает святость, либо она внутри стоят, тогда столбистая. Хорошо, я в следующий раз подробно, если хотите готовиться в подробности, просто я сегодня, как бы, мы договаривались, что я рассказываю не очень углубляясь в подробности. и еще тогда на будущее. В следующий раз я давайте скажу подробнее о том, что такое святыня и святое место, как выглядит. И еще один такой вопрос, последний уже будет на сегодня, это не обязательно сегодня отвечать, может, в следующей встрече будет интересно услышать. Эти столбы, которые конструктивные в самой мешканной, они строятся буквой П русской, и там есть на углах в Торе очень странный текст, который обозначает этих два столба, на которых держатся западности на южный и север. Можно ли как-то вот с вами более подробно рассмотреть этот текст? Можно, но не в этом курсе, потому что я не комментирую недельный раздел. Нет, это не недельный раздел. Я пытаюсь избежать обсуждения именно по стихам, потому что это конечка. Нет, я не по стихам, я имею в виду, что там есть инструкция, как строить, и я как инженер подхожу к этому вопросу. Вот, и там есть инструкция, и там есть очень сложное слово, там как раз близнецы упомянутые и так далее, соосность там, и какие-то такие термины, которые очень трудно передают богословские вот эти вот переводчики, они почти не передают никак этот смысл. Он, сколько я переводов не читал, он везде какой-то корявый, непонятный, и мне, как технорю, совершенно не очевиден. Вот, поэтому было бы интересно не как раздел там читать, а именно вот эти термины разобрать. Понятно. Спасибо большое. Хорошо. Ну, хорошо. Я предлагаю на этом закончить. Хорошо? Скажите, пожалуйста, извините, а будет еще в описании были подробные двора, потому что у меня там по рисунку есть вопросы. Двора, значит... Внешнего. Ну, в смысле... Имейте беду, минуточку, Мишкана или второго храма? Нет, Мишкана. В Мишкане пользуйтесь тем рисунком, который я дал, не сильно ошибетесь, потому что все-таки поймите еще раз, жертвенник в пустыне он очень маленький, и дело в том, что им очень мало пользовалось, этим жертвенником. В жертвеннике мало... В пустыне приносили мало жертв. Более того... Может быть, тебе просто проще мне задать вопрос. А между пандусом... Вот это первый рисунок, который вы давали. Между пандусом и, соответственно, завесой внешней, которая огораживает забор. Что там? Там какие-то три прямоугольничка одинаковые. Что это такое? На этом рисунке, насколько я понимаю, он вообще немножко странный. Значит, сзади там изображен киор заведомо. То есть умывальник. Умывальник, да. Это понятно, что он изображен, очень условно изображен. А вот что спереди изображено, то ли они решили изобразить миквы, которые там были, хотя непонятно. То ли у нас тревогий пандус. Я не очень хорошо понимаю. Дело в том, что там нужно еще изобразить места, где происходят разделки туш каким-то образом. Все-таки, смотрите, я большой поклонник темы потроха храма, в том смысле, как разделывали туши, где что клали, какие, особенно там, храмовые расходы, как какие деньги тратили. Я очень люблю эту тему. Но вы сами понимаете, вот когда речь идет о приношении животных в жертву, да, то, конечно, мы не мясники все. И городские жители очень плохо себе эту картинку представляют. Но вот представьте себе, взяли, ну, неважно, овцу, давайте простоты ради, можно? Простоты ради взяли овцу. Ее зарезали, ее собираются принести в жертву. Жертву Оуа, скажем, жертву Всесожжения. Ну да, это вроде на севере происходит, да? Это все происходит на одном и том же месте, на самом деле, это только термин в данном случае. Да, это происходит на севере, это означает, что от смотрящего на храм справа. Да. Ну, давайте я картинку покажу, на картинке все, не проще так сказать. Вот Бейт Мидбахаем, вот эта вот часть, вот эти вот, вот эта часть, это там, где режут жертву. Вот эта часть. Вот здесь режут жертву. Теперь. Но, после того, как жертву зарезали, вы не можете сжечь порана целиком, правда? Прямо в шкуре. Вонять будет страшно. По этому поводу его надо содрать шкуру. Начать. Да. По этому поводу в храме, вот здесь, вот, стояли столбы и столы. Столбы, на которых разделы были туши и столбы, на которых сдирали шкуру. Вот вы умеете снять шкуру с порана? Нет? И я не умею. А они это делали каждый день. Надо содрать шкуру. Вот такие устройства там регулярно, когда рисуют храм, забывают вот эту внутреннюю кухню. Сдирается шкура. Значит, потроха отделяются. По специальному протоколу все это делается. Шкура туши разделывается на части тоже в соответствии с некоторым специальным протоколом. Вся деятельность внутри храма священническая, там есть очень строгие протоколы обо всем. Все это делается. Такое место должно быть. Обратите внимание, что на рисунках, которые сделают регулярно, эту тему пытаются замять вот эту сторону вопроса. Но, например, в Талмуде, когда говорится о том, как пахнет храм, нетрудно догадаться, чем там пахнет. Там пахнет мангалом. Там сжигают мясо на костре. Как еще там может пахнуть? По этому поводу упоминается, что да, но для того, чтобы этот запах смягчить, например, Талмуд прямо говорит, что пользовались благовонними специально, то есть дезодорант, воздушный дезодорант использовали в жесткие времена. Это вот, чтобы было понятно. Все вот эти внутренние подробности на картинках, особенно школьных и игрушечных, не любят показывать. И правильно делают. Я согласен с этим. Подходом я не упрекаю, никого не боже нет. И думаю, что плюс ко всему где-то это все высаливается. Как-то не странно, потому что по-другому это невозможно. Но там есть куча технических всяких вещей, которые просто невозможны без них. Вы меня извините за сочную деталь, но, например, во втором храме, если вы найдете описание Талмуда, там еще упомянуто, где туалеты там понимаете, что коэн и не ангелы. И там должно быть где-то такое сооружение. А вот теперь одна мысль, что где-то в районе вот этой святой стоит сортир, меня слушает, правда? Ну и любому нормальной человеку. Но с другой стороны, ты понимаете, что он где-то должен быть. Понятно, о чем я говорю. вот эти детали обычно на картинках опускают, и я считаю, что правильно делать, чтобы было яд. Я-то считаю, что так. Потому что когда мы говорим о такой святыне, как бы все эти пошлые земные вещи хочется пропустить. Я согласна? Хорошо, спасибо большое. Спасибо за уважение. Да. Наверное, говорится же, что никто не падал там в обморок никогда от этих запахов, и места хватало всем падать ниц Йом-Кипур. А ты показал место такое узенькое, где весь народ собирался. И что там вот в этом месте они все падали, и всем хватало места. А они не там собирались. Там же ничтожное количество людей было. В этой узкой эзераты с рейн шириной двалактей, что ли, он ничтожной шириной израиль, дом Израиля, где может быть все, это ничтожная ширина вещь. По этому поводу, кто и где там стоял, все эти картинки, ежели стояли, то стояли скорее в израиль а скорее всего в израиль в большом дворе, который на этом рисунке, который даже нету этого двора. По этому поводу думаю, что падали ницами на там, в самом большом дворе, куда допущены все. И думаю, что происходило это там, потому что и понятно, что возврат на шею в мероприятие с падением ниц. Смотрите, я же еще не описал, как народ обычный, вот посещение храма, да, человек, который посещал храм, скажем, для молитв. А все-таки я напомню, что Шламо говорит, что отсюда всякие нуждающиеся его молитвы должны доноситься. Посещение храма это обход храма направо от входящего или налево от входящего. в зависимости от того, пришел он сюда просто богатрат кодыш в трепете святости, чтобы предстать перед святым местом, и он обходит дом, снаружи обходит храм, либо если он по нужде какой-то у него больной, он после траура, он идет в обратную сторону по сравнению со всеми остальными. И каждый из присутствующих вообще-то как бы может обратиться к нему, утешить, помочь и так далее, и так далее, и так далее. То есть основное вот это посещение, храм как посещение церкви, ну, Легаврди 10 лет. Проголим, Проголим. Вокруг него обходят. А Проголим, Регель, в Регель. Тоже сам? А что в Регель? В Регель все, что у вас есть, обязанность это принести жертву Рая. Ну, да. Прийти и приносили, я не знаю, как много ее, потому что ее приносили не в сам Регель, а всю неделю, там неделя отводилась, и даже в шубот. После шубот была неделя, когда приносили эту жертву. Поэтому внутрь храма без тела, без жертвы, или без, ну, капора тоже, всегда без темы для связанной с жертвой, или непосредственно просто не приходило. на юмки-пум. Не представляете, весь народ израиля приходит вот в такой ничтожных размерах пространства в юмки-пумах. Вы себе это представить можете? Не, не представляю, поэтому спрашиваю. Очень простой. В Песах, когда приносили жертв, их запускали в три очереди людей, которые должны были принести жертву. Причем вы учтите, что жертвенного барана на одну семью никто не приносил, потому что столько не съесть одной семье. Поэтому это скидывались, это еще дорого, вы учтите, что мясо дорогое очень было. И там кизайт на человека, сто человек на барана, это реализм возможный. Ну, не сто, там, пятьдесят. Это реализм возможный. Но обратите внимание, что возле Храмовой горы был огорожен крепостной стеной огромный пустырь. Именно для того, чтобы все они могли быть на территории Иерусалима принять участие в этом мероприятии. Вот такой пустырь огороженный стеной, который был частью Иерусалима, но он был пустырем, там строительство было запрещено. Только для этого. На территории храма это вообще не поместится. Поймите, вот принципиальный момент, что храм это здание не то здание, куда входят ради туда вообще не входят. Так вот храмовый двор, он двор Израиля ничтожных размеров. Давайте в следующий раз, когда я буду говорить о жертвах, чтобы было понятно. Да? Вот. Да. Ну да. В следующий раз я в следующий или там когда будет. окей. Я предлагаю на этом закончить. Спасибо. Я понимаю, что тема увлекательная... Я понимаю, что неожиданно звучит, что храм это не то место, которое навещает. Я прекрасно это понимаю. я понимаю, что тема увлекательная и есть куча вопросов. Элочка, послушай меня. Увлекательная тема и есть куча вопросов. Но невозможно все это выяснить в одном занятии. Окей? Поэтому мы определяем по времени. Больше полутора часа занятия быть не может. Окей? Поэтому вопросы на следующем занятии либо в чате. Мейер, огромное спасибо. Спасибо всем присутствующим. Вот и что. Будем продолжать. Вот и что. Пока. Пока. Все, спасибо большое. Пока, 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 пока. Да, Мейер, секундочку. Все, ладно. Все, ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok